Hola amigos! Есть на этой планете, ну не знаю, даже чувство сплоченности что ли. И выражается оно по-разному. К примеру, ежели что дурное приключилось. А еще есть донаты, сбор средств и куча их производных. Но все же помнят эту тему с Джорджем Флойдом в Штатах. Но там только власти Миннеаполиса в досудебном порядке расчехлились на 27 лямов. Плюс на сайте GoFundMe сборы его сеструха стартанула и там около 15 лямов накапала. Про Мерж я и вовсе молчу. Об этом человеке еще Daily Mail в красках рассказывал и про аресты, сроки за наркоту, кражи, ограбления беременной женщины. И как вы, наверное, уже догадались, подобный движ начался и во Франции. И сразу на берегу я не пытаюсь эти события уравнивать или двух этих людей между собой сопоставлять. Просто общая картинка похожа. И вот на сайте по сбору средств личи на утро 4 июля в помощь родителям Нахеля того самого подростка было собрано 330 тысяч евро. И да, это, конечно, не мульоны Флойда, но не это во всей этой истории примечательно, а то, что в то же самое время на другом сайте, уже всем хорошо знакомым GoFundMe, был открыт другой сбор средств с формулировкой для поддержки семьи полицейского, который сделал свою работу и теперь платит высокую цену. И собрали там уже лям 368 тысяч. 300 и лям 300, не перепутайте, что и на кого. И нет, я не буду вам рассказывать про местные дебаты, притом не абы кого, а французских привластных, но тех, что гаранты то ли конституции, то ли защиты граждан. Что разделились на два лагеря. Тех, кто пребывают в полнейшем афиге от таких цифр, и тех, кто считают поддержку полицейского правильным откликом населения. Мне вообще другой вопрос спорит. А чё, так можно было, да? Но всё это детский сад по сравнению с тем, что за океанушкой Белый дом эвакуировали. Ну и местечко, где сам ээээ тусит. И случилось там невообразимо. И сразу оговорюсь, жизни президента ничто не угрожало, так как его в тот момент там не было. Так же, как и его сынольки. И к чему тут сынолька? Ну как к чему? Как-никак семья президента. И случилось всё в воскресенье, когда секретная служба наткнулась на неизвестный прозрачный пакетик весом в грамм-другой с белым порошком. После чего начались крики, паника, истерика. Но, взяв себя в руки, была вызвана полиция, пожарные, национальная гвардия и Бэтмен. И ближе к вечеру, а нашли всё это дело с утра, пресс-секретарь секретной службы сказал, что вещество проходит дальнейшее тестирование с целью установления. А что же это такое? Это при том, что пожарные первыми прибывшими на место сходу определили, что это кокс. Как там говорилось, первые пробы, ээээ, тесты показали, что это офигенский такой, качественный вообще топчик. И теперь секретная служба малёк в растерянности, ведь как только профессионалы проведут повторные анализы и таки подтвердят факт того, что это гидрохлорид кокаина, им придётся усиленно искать, кто и как это притаранил, да ещё и потерял. Хотя ещё такой кипиш и не ясно. Вон в Европарламенте в каждом туалете следы своей радости находят и ничего, нормас. Ну это только полбеды, ведь плюс-минус мыслишки, кто это мог быть и есть. Но там другая засада нарисовалась. Ведь если это был он, то его только недавно журили за несвоевременную оплату налогов. Ну вместо вот срока за покупку ствола находясь под химией. И если сейчас эту тему раскручивают, то на что списывать не ясно. Но если только на незначительное превышение скорости, когда он в Лас-Вегас гнал по 270, раскуривая... А, не, раскуривая, не-не-не-не-не, значит не вариант. Ну задница ситуация, чё, проще на себя повесить. Но если вы думали, что это у них день не задался, то вы точно не слышали про британских учёных, что в холодном поту просыпаются, ибо издревле на любую проблему или вопрос был у них ответ, а тут бяда. Есть на этой планете местечко такое, Афганистан. И вот с 1971 года, со времён самого Никсона, ведёт заокеанский оплот демократии там борьбу с наркотиками. Ибо, ну, климат, видимо, такой, что 80% всего производства опия на планете именно там. Более того, в 2001 году даже лично приехали с союзниками, дабы вопросы порешать. И в процессе потуга всех вплоть до 2015-го добились они впечатляющих результатов. Пассивы разрослись до 320 тысяч акров. Потом было то и сё, и в 21-м операция «Страж свободы» и решительная поддержка была свёрнута. И вот спустя год после исхода этих решительных «Стражей свободы» опиумные посевы сократились до 2500, ну или на 80%. И вот сей казус объяснить-то британские учёные и не могут. Точнее, конечно, могут, но вот как это люду сообщить, непонятно. Зато мировые эксперты нашли, что сказать. И как выяснилось, всё это вероломный план Афганистана. И сей запрет на производство мака приведёт к катастрофическим последствиям, так как теперь пустующую нишу займёт Мьянма и Мексика. А афганские фермеры покидают страну, усугубляя миграционное давление на большую часть Европы, Азии и Америки. Но помните эту рекламу, вы ещё кипятите, тогда мы идём к вам. А вдовесок крах опиумного рынка приведёт к заполнению фентанилом, который грубит больше молодых американцев, чем рак. Ну а что тут скажешь? Упс. Отличного дня. Пока.